Гигантские вещи в космосе нас завораживают. Огромное количество видео со сравнениями размеров звезд и масштабами Вселенной, которые набирают миллионы и миллионы просмотров, это отлично демонстрирует. А если еще и гигантский космический объект искусственный? Пока самый большой объект в космосе, созданный человеком, Международная космическая станция. Ее длина 109 метров, и она может поместиться на футбольном поле. Зато вот фантастика может удовлетворить наши потребности в огромных космических объектах. Наверняка многие из вас залипали над такими постерами со сравнениями размеров кораблей из разных научно-фантастических произведений. Есть и немало подобных видео. Звездолет размером с город — это, конечно, далеко не предел. Взять ту же звезду смерти, особенно вторую, размером с приличный астероид. Про ганменов размером с половину наблюдаемой Вселенной я даже говорить не буду, потому что, чтобы они действительно работали, нужна, по сути, магия, позволяющая нарушать законы физики. Зато есть гигантские объекты, которые используются не только писателями-фантастами, но и встречаются в научных статьях. И даже попадаются попытки их обнаружить с помощью наблюдений. Это мега-структуры вроде различных типов сфер Дайсона. Я у себя на канале не раз о них так или иначе говорил. Гипотетические сооружения вокруг звезд в форме сфер, колец или роя отдельных сегментов, которые нужны для того, чтобы собирать энергию звезды. В общем, об этом мы уже говорили, но возникает справедливый вопрос. А нафига столько энергии? И здесь есть пара интересных идей. Например, это огромное количество энергии можно пустить в вычислительное русло и создать гигантский суперкомпьютер звездных масштабов. Эта концепция называется мозг-матрешка. И есть еще версия этой идеи мозг-юпитер. А еще можно пустить эту энергию на движение по галактике, соорудить так называемую звездную машину, мега-структуру, позволяющую передвигать звезды и планетные системы. Но возможно ли все это? Понятное дело, что не сейчас, но хотя бы в будущем. Как можно это сделать? Быть может, более развитые цивилизации, если они существуют, обгоняющие нас на миллионы лет в развитии, уже что-то такое построили, и мы можем это попытаться обнаружить? Обо всем этом сегодня и поговорим. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Virgin Galactic, Rocket Lab, Planet Labs. Как думаете, что объединяет все эти космические компании? А то, что это компании публичные и можно купить их акции. Если вы ждали подходящего момента, чтобы инвестициями заняться, то сейчас такой момент. У партнера этого выпуска, Тинькофф Инвестиции, сейчас проходит классная акция. Если вы откроете брокерский счет и введете мой промокод, то вы можете получить в подарок акцию стоимостью до 20 тысяч рублей. Если вы счет уже открывали, но сделок еще не проводили, то принять участие тоже можно. Промокод нужно ввести в чате поддержки. А вообще, приложение Тинькофф Инвестиции очень удобное и понятное новичку. Можно пополнять счет с карт любых банков и выводить на карты без комиссий мгновенно. А еще вы получаете доступ к социальной сети для трейдеров и инвесторов Пульс, где можно найти немало полезных знакомств. Плюс открытие индивидуального инвестиционного счета и ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании, используйте мой промокод и забирайте акцию в подарок. Но главное помните, что предложение действует только до 31 мая. Когда в 1969 году человек впервые полетел на Луну, в NASA использовались вот такие компьютеры. А вот на борту самого Аполлона на модулях использовались уже не шкафы, а более компактные бортовые управляющие компьютеры, использовавшиеся для вычислений, навигации и управления модулями. Для своего времени это было прорывное устройство, и домашние компьютеры сравнимой мощности появились только лет через 10. Сегодня же вот это. Хоть и не совсем получится сравнить производительность смартфона и такого специализированного устройства, как бортовой компьютера Аполлона. Тем не менее, это по некоторым параметрам в миллионы раз мощнее, чем компьютер, который помог добраться человеку до Луны. Это в общем-то неудивительно. Всего за несколько десятилетий вычислительные мощности выросли на порядке, и при этом выросла энергоэффективность, и до кучи еще все стало меньше. Хотя по-прежнему суперкомпьютеры могут занимать целые этажи. А если это будет не этаж, не здание, а компьютер размером с целую планету или даже звезду? Представляете, на что будет способен суперкомпьютер такого размера? Конечно же, ответить на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Ну, а если серьезно, даже сложно представить, на какие вычисления такой компьютер будет способен. Рассуждают о применении таких монстров для создания по-настоящему разумного искусственного интеллекта, как у Симмонса, где ИИ обогнал в развитии человека, сам начал изобретать всякие новые технологии, до которых люди не додумались. Такой ИИ, конечно, бы не восстал против своих создателей. Ни в коем случае. Нет. Можно было бы проводить суперсложные и детальные симуляции, например, для науки, чтобы лучше понять устройство Вселенной. Если бы оказалось, что такой компьютер действительно возможно создать, сторонники идеи о том, что мы живем в компьютерной симуляции, возрадовались бы. Но все же, возможно ли это? Автором идеи мозга матрешки гигантского звездного компьютера был Роберт Джей Брэдбери. Придумал он концепцию в 1997 году, и наиболее подробно она описана в его этой статье. В отличие от подавляющего большинства статей, которые я использую в качестве источников для своих видео, эта статья не прошла рецензирование и не была опубликована в научном журнале. О чем, собственно, сам Брэдбери и написал на первой же странице. Одним из способов совершенствования компьютерных кремниевых чипов до сих пор было постоянное уменьшение размеров транзисторов. Сегодня можно встретить чипы на трехнанометровом процессе. Правда, как там этот размер измеряется, вопрос отдельный. В любом случае, мы уже не так далеко от примерного размера одного атома кремния 0,2 нанометра. Возможно, скоро мы уже не сможем дальше продолжать уменьшать размер и запихивать все больше транзисторов на один чип. Вероятно, в какой-то момент мы упремся в лимиты квантовой физики. На таких масштабах уже начнут действовать квантовые эффекты, и классические процессоры не смогут работать стабильно и предсказуемо. Есть, конечно, еще путь квантовых компьютеров, но это отдельная история. Так что кажется вполне логичным мысль пойти в другую сторону. В сторону увеличения размера. Но только, конечно, не транзисторов, а самого компьютера. Во-первых, почему концепция называется мозг-матрешка? Ну, мозг, понятно, компьютер, если мы еще и об искусственном интеллекте говорим. А вот матрешка... По сути, концепция мозга матрешки представляет собой вариацию на тему сферы Дайсона. Это мега-структура вокруг звезды. Напомню, что оригинальный вариант, предложенный Дайсоном, где цельная сфера полностью скрывает звезду, скорее всего невозможно. Монолитная структура таких размеров, вероятно, была бы нестабильна и не выдержала бы эффектов приливных сил и вращения. Но вот система из колец или рой отдельных сегментов уже реалистичнее. В случае мозга матрешки тоже могут использоваться кольца. Главное, что структура должна состоять из отдельных слоев, каждая из которых располагается на все большем удалении от звезды. Каждая из оболочек должна состоять из нескольких основных элементов. Поверхность, направленная в сторону Солнца, использует излучение для выработки электроэнергии. Потреблять эту энергию будет компьютерное оборудование, процессоры, память и т.д. Далее обязательно нужны радиаторы для охлаждения. Особенно внутренние слои могут нехило так нагреваться из-за близости к звезде. Ну и сами компьютеры, как мы знаем, любят выделять тепло. Четвертый важный компонент – это защита от радиации. Космические частицы с высокими энергиями могут нанести урон микро- или наноэлектронике. Много слоев нужно для того, чтобы не терять полезную энергию в космос. Внутренний слой использует излучение звезды. Радиаторы этого слоя переиспускают излучение тепловое. Его уже может захватить следующий слой и т.д. Вот такая иллюстрация есть в статье Брэдбери. Это мозг-матрешка в процессе постройки. Предполагается, что финальная конструкция должна полностью скрывать звезду, чтобы вообще ни капли энергии не потерять. Кольца отдельных оболочек состоят из таких шестиугольных сегментов. На этой стороне солнечные панели, здесь компьютерное оборудование, а с обратной стороны радиатор. Нужно брать в расчет, что те слои, что ближе к звезде, должны выдерживать более высокие температуры. И, соответственно, выбирать подходящие материалы, способные это выдерживать. Еще в статье предполагается, что кроме описанного выше варианта со звездой в центре, можно конструировать подобные структуры и не вокруг звезды, а энергию направлять лучами от других звезд. Или вообще построить мозг-матрешку со своим собственным источником питания, скажем, с термоядерными реакторами. Тот факт, что эффективных термоядерных реакторов еще нет, должен нас беспокоить меньше всего, учитывая то, что мы сейчас собираемся переворошить полсолнечной системы, чтобы построить мозг-матрешку. Так как же это сделать? У вас наверняка возникло несколько вопросов, хотя бы откуда взять столько вещества? Итак, многое из того, что я буду говорить дальше, или на грани фантастики, или совсем фантастика, по крайней мере для нас, с нашими современными возможностями. Это не значит, что это совсем невозможно физически. Просто пока нам недоступно, и не факт, что будет доступно вообще. Но все же это не из разряда чего-нибудь вроде путешествий назад во времени. Представить, что сверхразвитая цивилизация на это способна, можно попробовать, что мы и сделаем. В статье Брэдбери процедура постройки мозга-матрешки рассматривается на примере именно нашей солнечной системы. Во-первых, мы ограничены количеством необходимого материала. Для полной конструкции, скорее всего, будет необходима целая куча разных веществ. И если смотреть на процентное соотношение химических элементов в солнечной системе, оно в целом похоже на такое соотношение по всей Вселенной. Почти вся масса — это водород и гелий. И все более тяжелые элементы составляют лишь небольшую долю. Тем не менее, в числовом выражении вещества, которые можно использовать для постройки, немало. Взять, например, процессоры. Если ориентироваться на современные чипы, то основа тут — кремний. Кремний составляет немалую долю массы каменистых планет и астероидов. Но кроме кремния может понадобиться железо, углерод, алюминий, фосфор, титан, медь, золото и много чего еще. Здесь сложно говорить конкретно, потому что у нас нет детального дизайна мегаструктуры, и мы не знаем, сколько именно, каких веществ понадобилось бы. Так что можем лишь примерно прикидывать. Роберт Брэдбери в своей статье пишет, что в солнечной системе может быть достаточно вещества для постройки такого мегакомпьютера. Второй вопрос — как именно что-то подобное можно построить? В статье предлагается делать это с помощью роботов, а еще упоминаются самовоспроизводящиеся машины фон Неймана. Знаменитый математик и физик описывал такую гипотетическую технологию в теории самовоспроизводящихся автоматов. Подобные фабрики, создающие сами себя из доступных материалов, могли бы значительно ускорить процесс. Хотя они и не обязательны. Еще, конечно, нужен источник энергии. Не только для работы самого компьютера, но и для его постройки. Поэтому в первом этапе в одном из сценариев предлагается сделать следующее. Для начала разобрать астероид нескольких километров в диаметре. Из этого вещества можно построить солнечные панели, и так у нас будет мощный источник энергии, который мы будем использовать на следующем этапе. Далее эту энергию мы доставляем, скажем, с помощью сфокусированного луча, что в принципе возможно, к Меркурию. Что мы собираемся делать у Меркурия? Правильно, разбирать его по кусочкам. Из вещества Меркурия уже можно сделать много коллекторов солнечной энергии, которые будут собирать немалую долю излучения нашей звезды. Здесь доступная нам энергия многократно увеличивается. И ее, в свою очередь, уже можно использовать, чтобы далее разобрать астероиды, кометы, карликовые планеты, спутники планет-гигантов. И этого вещества может хватить для постройки значительной части мозга-матрешки. У Брэдбери все эти этапы происходят достаточно быстро. При условии высокого уровня развития технологий, наличие самовоспроизводящихся фабрик можно уложиться в несколько десятилетий. Звучит, конечно, очень смело. Чуть отличающийся сценарий пропускает первый шаг с астероидом, там предлагается сразу разбирать Меркурий и, возможно, часть Венеры. Если это вам кажется экстремальным, то вы еще не все слышали. Еще для дополнительных материалов в статье предлагается вариант разбирать планеты-гиганты. Правда, для этого пришлось бы строить дополнительные источники энергии поблизости. Вероятно, термоядерные реакторы. Ну и даже в этом фантастическом гипотетическом сценарии на это ушло бы сотни лет. Естественно, пока это все скорее спекуляции, и на каждом этапе есть много нюансов. Одна из проблем, которая начинает всплывать на таких гигантских масштабах, это задержка сигнала. Максимальная скорость, с которой информация может передаваться, скорость света. Мы ее даже иногда называем скоростью информации. На таких масштабах, где у нас одна часть мозга может быть на орбите Меркурия, а другая у Сатурна или даже Нептуна, сигнал может добираться часами. Это действительно может быть проблемой, хотя зависит от того, какую задачу мы выполняем. Уже сегодня у нас есть примеры того, как можно повысить вычислительные мощности, при этом части системы, вычисления производящей, могут быть разбросаны по всему миру. Думаю, некоторые уже догадались, что я имею в виду распределенные вычисления. Когда большое количество отдельных компьютеров действует как одна система и может решать одну задачу. Компьютеры могут быть разбросаны по всему миру. Работают они параллельно, и каждый решает свою часть задачи. Возможно, кто-то из вас даже участвовал в подобных проектах, потому что как минимум один из них был как раз по нашей теме. Я, конечно, говорю о проекте Сети at Home, где можно было поделиться частью мощностей своего домашнего компьютера, чтобы помочь с анализом данных радиотелескопов в поисках кандидатов в сигналы от внеземных цивилизаций. Сейчас, к сожалению, правда, Сети at Home новых заданий больше не раздает. Зато вы все еще можете принять участие в другом крутом проекте Folding at Home, где моделируется свертывание молекул белка, что в будущем может помочь понять причины многих серьезных заболеваний. В общем, если наш мозг-матрешка будет проводить вычисления по частям, то, возможно, задержка такой проблемы не будет. Другое дело, если его захотят использовать для работы сверхразума в реальном времени, вот тут уже вопросы. Ну, кстати, электрические сигналы в нашем мозге и нервной системе далеко не со скоростью света путешествуют, в некоторых случаях это всего пара сотен километров в час. Но все же есть вариант, как минимизировать потенциальную проблему с задержками, да и в целом сделать всю концепцию более реалистичной. Хотя, конечно, это тоже пока будет звучать как фантастика, только чуть менее экстремальная. Я говорю о концепции, которая называется мозг-юпитер. Общая идея похожа на то, о чем мы уже говорили. Гигантский суперкомпьютер в космосе. Но, как можно догадаться из названия, во-первых, он уже поменьше размером. Эту идею достаточно подробно расписал еще в 1999 году Андерс Сенберг в статье «Физика обработки информации, суперобъекты, жизнь среди мозгов-юпитеров». Многие идеи здесь напоминают мозг-матрешку. Это тоже может быть гигантский компьютер, состоящий из отдельных сегментов. Также вещество для постройки этой мега-структуры можно брать со стероидов, лун или даже планет. Существенная разница в том, что здесь уже не получится в том же виде использовать звезду в качестве источника энергии, как это было с мозгом-матрешкой. Поэтому здесь уже предлагается, опять же, использовать термоядерные реакторы. Но при меньших размерах сконструировать такое уже будет проще. И даже не обязательно строить объект размером с Юпитер. Можно сделать структуру жалких пару десятков тысяч километров в диаметре. И все равно вычислительные мощности будут такие, какие нам и не снились. Это уже будет сравнимо с Землей по размерам. Задержки будут примерно такие же, как уже в существующих системах распределенных вычислений. Ну и, конечно, можно использовать параллельные вычисления. Ну, хорошо. Бывает интересно поспекулировать подобным образом. Но, как я уже не раз сказал, нам до чего-то подобного далеко. Но что если уже существует цивилизация, сильно нас обгоняющая в развитии? Ей понадобился такой комплюктор, и они его построили или строят. Можем ли мы его как-то обнаружить? В общих чертах ситуация здесь может напоминать историю со сферами Дайсона. Или если в какой-то системе мозг-матрешка находится в процессе постройки, и она не полностью скрывает звезду, или ее конфигурация такова, что она скрывает лишь часть светила, то на наличие подобной структуры может указывать периодическое, очень сильное потемнение звезды, которое мы не сможем объяснить никакими естественными причинами. Правда, то, что мы природного объяснения найти не можем, это не значит, что его нет. Еще можно искать необычные сигналы в инфракрасном диапазоне. Лишняя тепло, вырабатываемое компьютером, которому опять же будет сложно найти природное объяснение. Если вдруг кто-то когда-то предпримет целенаправленный систематический поиск таких структур, то по ряду факторов можно сузить область поиска. И я даже не говорю о системах, в которых больше шансов на существование жизни. Конкретно звездные суперкомпьютеры было бы разумнее строить не у любой звезды. Скажем, у массивной звезды, срок жизни которой будет составлять лишь десятки миллионов лет, а то и считанные миллионы лет, как будто бы неразумно тратить столько усилий и ресурсов, чтобы потом звезда вспыхнула сверхновой и все разрушила. Так что здесь логичнее искать умения массивных звезд, срок жизни которых дольше. В общем, тут история совпадает просто с поиском внеземной жизни. Ну, ладно. Компьютеры это, конечно, хорошо, но как насчет полетать на звездах? Наше Солнце, как и другие звезды, прекрасный источник энергии. И, конечно, обидно, что сейчас практически вся эта энергия кажется, что не тратится ни на что полезно. Один вариант мы уже придумали, вычисление. Второй вариант – использовать эту энергию для движения. Я как-то делал видео, а другой, достаточно сумасшедшая идея – сделать звездолет из целой планеты. Сегодня же мы делаем еще один шаг наверх по лестнице сумасшедших идей и говорим не о перемещении одной планеты, а целой звезды. Ну и по совместительству получается, коль мы передвигаем звезду, вместе с ней в путешествие отправятся и все гравитационно привязанные к ней объекты. Планеты с их спутниками и так далее. Называют такие концепции звездными машинами. И интересно, что в отличие от предыдущей истории, на эту тему уже есть некоторое количество статей, выходивших в рецензируемых журналах. Учитывая, что здесь явно потребовались бы невероятные инженерные усилия, возникает справедливый вопрос. Зачем кому-то может понадобиться передвигать целую планетную систему? В случае с планетой звездолетом такой причиной может быть родительская звезда, которая находится на грани гибели. Но опасность может прийти и за пределов своей системы. К ней слишком близко может подобраться, например, другая звезда. В истории нашей Солнечной системы такое было, и пролетающая мимо звезда могла дестабилизировать некоторые объекты, например, запустить кометы из облака Оорта в центр Солнечной системы. Если же звезда подберется еще ближе, последствия могут быть намного драматичнее. Что еще может быть потенциальной угрозой? Это взрыв звезды неподалеку. Об околоземных сверхновых я тоже делал отдельное видео. В целом считается, что за время существования жизни на Земле происходили вспышки сверхновых достаточно недалеко, чтобы оказать на жизнь влияние. Возможно, сверхновые даже внесли вклад в некоторые события массовых вымираний. И снова, если такой взрыв произойдет еще ближе... В общем, не будет слишком сумасшедшим представить, что более развитая цивилизация будет обладать достаточно точными методами прогнозирования вспышек сверхновых, а еще обладать точной картой звездных окрестностей и предсказывать их положение в будущем. Это мы сейчас можем делать с определенным успехом. Ну и представьте, узнаете вы, что через, ну скажем, 100 тысяч или миллион лет к вашей домашней системе приблизится звезда, которая вспыхнет сверхновой. Ну, или она и так уже находится достаточно близко. А вспышка должна уничтожить жизнь на планете. Еще опасность может нести облако вещества на пути следования Солнечной системы по галактике. В общем, у вас есть некоторый запас по времени и шанс что-то предпринять. Можно попытаться эвакуироваться. На звездолетах места маловато, и влезть могут не все. С планетой, конечно, идея интересная, но ведь всегда приятнее, когда есть солнышко в небе. Так что чего мелочиться, почему бы не улететь не только вместе с планетой, а еще и со звездой? Можно ли это сделать хотя бы в теории? В литературе есть пару интересных вариантов. Авторы Виарел Бодеску и Ричард Каткарт предлагают классификацию звездных машин, где есть три основных типа. A, B и C. И позже они добавили еще тип D. Сразу скажу, что не любая звездная машина предназначена именно для движения звезды. Тип A – это звездная машина, в которой излучение Солнца используется для создания тяги. Главный пример, который здесь приводят – это двигатель Шкадова. Автором концепции был Леонид Шкадов. Вот как в общих чертах концепция описывается в различных статьях, которые мне попадались. С одной стороны от Солнца размещается гигантское параболическое зеркало. Это создает асимметрию, из-за чего возникает тяга, и Солнце вместе со всеми планетами медленно начинает ускоряться. Я, когда такие объяснения читаю, уже знаю, что если просто дословно его перескажу, у очень многих возникнут вопросы. А, собственно, с чего вообще тяга должна создаваться? Не больно же мы это зеркало присобачили к звезде тросами, чтобы получился солнечный парус невообразимых масштабов. Зеркало-то отдельно болтается. Но во многих объяснениях, что я нашел, либо дальше общей формулировки ничего не уточняется, а еще мне попадались просто откровенно неправильные объяснения. Например, на одном сайте в статье мне попалось утверждение, что отраженные от зеркала фотоны возвращаются на звезду, толкая ее. Но тут история другая. Скорее наоборот, зеркало должно перенаправлять излучение мимо звезды. Но дело вот в чем. Во-первых, мы знаем, что свет может приводить объекты в движение. У меня было целое видео о фотонных двигателях. Самая известная концепция светового паруса, где фотоны передают импульс парусу, как бы толкая его и заставляя аппарат с парусом двигаться. Еще в видео о фотонных двигателях я говорил, что если мы поместим фонарик в космос, далеко от массивных тел, и включим его, то фотоны, вылетающие с одной стороны, будут создавать тягу. Здесь работает закон сохранения импульса. Фотоны летят в одну сторону, фонарик двигается в противоположную. Похоже на ракетный двигатель, только там вещество, а не свет. Солнце же в обычных условиях испускает излучение приблизительно равномерно во всех направлениях. И импульс, уносимый фотонами, с одной стороны, компенсируется фотонами с противоположной. И в остатке у нас нет никакого дополнительного движения. Солнце предсказуемо летит по своей орбите вокруг центра галактики. Но вот если создать асимметрию в излучении, просто выключить половину Солнца мы, естественно, не можем. Но здесь нам и пригодится гигантское зеркало. Во-первых, оно должно быть размещено в некотором статичном положении относительно Солнца. То есть не двигаться по орбите вокруг него. Звучит непросто. Попробуйте остановить планету. Что с ней произойдет? Она упадет на Солнце. Скорость движения по орбите – это то, что не дает планетам упасть в гравитационный колодец Солнца. Но, как мы знаем, свет Солнца оказывает определенное давление и отталкивает вещество от себя. Можно попытаться найти баланс между притяжением Солнца и давлением его света. Сделать наше зеркало достаточно тонким, все правильно рассчитать, и тогда оно сможет оставаться в одной стабильной точке очень долго. Пока, может быть, все еще не ясно, как здесь создается асимметрия. Ведь излучение по-прежнему покидает Солнце во всех направлениях. Просто часть его потом отражается. Но Солнцу-то до этого какое дело? И вот в одной из статей Бодеску и Каткарта есть важное уточнение, которое отвечает на наш вопрос. Процитирую этот пассаж целиком. Зеркало расположено таким образом, что центральная симметрия солнечного излучения в объединенной системе зеркала Солнца нарушена. И в результате возникает определенная сила тяги. И ключевое здесь – система зеркала Солнца. Хоть зеркало и не приделано к Солнцу с помощью какого-то соединения, как парус к космическому аппарату, они связаны гравитационно. Зеркало все время на одном расстоянии. И они действуют как одна система. И когда зеркало отражает часть света в одном направлении, асимметрия в давлении света создается во всей системе. В результате у нас получается не нулевое ускорение в одном направлении, а именно в направлении зеркала. Что-то похожее, например, с фонариком в общем. Только вместо фонарика система зеркала Солнца. Ускорение будет очень слабым, но со временем звезда и вся система вместе с ней может достичь немалых скоростей. Есть оценки, что звездная машина может разогнать систему даже до 1% скорости света. Правда, на это могут уйти миллионы и миллионы лет. Еще в случае с двигателем Шкадова лучше, конечно, размещать его над полюсами звезды. А то, если разместить со стороны экватора, может получиться, что мы фокусируем дополнительное излучение в сторону планет, что, может быть, не очень приятно. Это был класс А. Звездные машины класса Б тяги не создают. Здесь энергия звезды используется скорее для выполнения работы. А класс С объединяет первые два класса. И здесь излучение звезды можно использовать и для движения, и как источник энергии. Еще упоминают тип Д. Здесь вновь речь идет о движении. Но на этот раз для движения используется уже не излучение звезды, а ее вещество. Это называют звездным буксиром, и эта концепция описывается, например, в этой статье. Вот схема того, как это должно работать. С одной стороны размещается механизм, который может как бы высасывать вещество со звезды. А затем эта масса ускоряется и выбрасывается в противоположном направлении. Это уравновешивает силу протяжения звезды, создает тягу и опять же двигает всю систему. Здесь есть оценки, что такая система может разогнаться аж до 27% скорости света. Правда, за несколько миллиардов лет. Но если не гнаться за такой скоростью, где-то за тысячу лет такой двигатель может сделать орбиту звезды и всей системы ретроградной. То есть она будет двигаться противоположно движению остальных звезд в галактике по их орбитам, что в свою очередь может ускорить процесс колонизации других систем. Снова возникает вопрос. Вдруг кто-то что-то подобное уже создал? Можно ли это обнаружить? Есть статьи и на эту тему. Один способ найти звездную машину – аномальная скорость. Если звездная машина разгоняется до близких к максимальным скоростям, и мы обнаружим звезду, несущуюся на аномально высоких скоростях, и будет трудно объяснить эту скорость естественными процессами, то как минимум будет неплохо посмотреть повнимательнее. Вот еще статья. Тут предлагается интересная идея, как потенциально можно обнаружить звездные машины Шкадова, если они летают по галактике, с помощью планетных транзитов. Кривые блеска транзитов, когда для наблюдателя на Земле планета проходит перед диском звезды и на время блокирует часть ее света. Имеет характерный вид. Вот такой. Они, как правило, симметричны. Левая и правая часть провала на кривое, как бы зеркальная. Но что, если планета пройдет перед звездой, часть которой скрывает гигантское зеркало? Вот, к примеру, так может выглядеть звезда для наблюдателя на Земле. Такой обрезанный диск. Ну и, соответственно, это найдет отражение и в кривой блеска, и она может выглядеть вот так. Соответственно, если мы найдем такую необычную кривую блеска звезды, это потенциально могло бы указывать на наличие мега-структуры у нее. Интересно бывает порой поразмышлять о столь масштабных технологиях, которые пока за пределами наших возможностей. Особенно, если есть хотя бы мельчайший шанс на то, что они где-то уже существуют, и мы можем их найти. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте, чтобы получать дополнительный космический контент в виде фотографий, видео, небольших текстовых постов, ну и чтобы оставаться на связи. И огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty, на Патреоне и на ютубе. Все ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok